Привет, друг! Давно не виделись. И прямо сейчас мы это исправим, потому что мы с тобой поедем на Байкал. И привет! Мы с тобой находимся на Байкале. Это поселок Хужир. Здесь скала Шаманка. И есть две новости. Первое. Впервые, как нам сказали местные, лет за десять, здесь нереально чистый лед. То есть, ну ты просто выходишь, у тебя повсюду лед. Он чистый, красивый, мало снега и почти нет торосов. В прошлом году здесь было почти все в снегу. Здесь были большие трещины с такими, на ломами льда. Было красиво. Но невозможно было кататься на гонках и велосипедах. Теперь это можно делать. И новость номер два. Я об этом уже писал в паблике и вообще в социальных сетях, но поскольку давно не записывал видео, не рассказывал. В прошлом году, в 2018-м, я ушел из паблика Брэля Гитхармы, ушел из проекта Твоя Камчатка. Ну и как рассказывал, я начинал заниматься организацией путешествий. Делал это уже на протяжении трех лет. И просто сейчас мы вместе с Машей, которая стоит по вот этой стороне этой камеры, мы решили делать свой проект. Как ни странно, он называется так же, как и этот канал. Настоящий. Прямо сейчас мы находимся в организации нашей самой первой экспедиции. Экспедиция на Байкал. На нее мы набрали группу и буквально через неделю вместе с ними поедем кайфовать. И для того, чтобы экспедицию четко и грамотно организовать, мы в первый же день поехали вон туда, на остров Огой, на велосипедах. И нужно было протестить, чтобы все прошло четко. Это было просто необходимо, чтобы мы поняли, что не обязательно ездить на велосипедах туда-обратно, потому что не каждому это будет по силам. А можно приехать туда на великах, а обратно нас заберут уже машины и закинут обратно в хужир, где все кайфово отдохнут уже в теплых домах. Что мы в итоге и реализуем буквально через неделю, потому что к нам прилетает 10 человек, с которыми мы в одной большой команде собираемся и путешествуем по Байкалу. Кстати, если ты успел посмотреть это видео до 18 февраля, дружище, у нас для тебя есть одно аккаунтное место. Хочешь присоединиться? Велком. Не хочешь? Посмотри дальше, как это будет. Мне кажется, хорошим вопросом будет, а зачем вообще мы все это делаем? То есть, ну путешествия делают сейчас сотни, десятки тысяч людей, ну правда. Особенно я обратил внимание, что с каждым годом мы становимся все больше и больше. То есть, когда мы запустили сейчас свое направление Байкала и Камчатки, я обнаружил еще 10 проектов на каждой из этих тем абсолютно новых. Зачем нужен наш? Я бы сказал, что это нужно не только для того, чтобы дать людям новые впечатления, но и дать что-то себе. И речь не о деньгах, речь о том, чтобы изменить свое мышление. Ну вот, например, смотрите, мы находимся на Байкале, а тут китайцы, вон они очень громко разговаривают. Их, наверное, слышно даже больше, чем меня. И их тут раз в 10 больше, чем, ну, чем нас, чем русских. И так мало где встретишь в России. Это же прикольно приехать и увидеть, ну, совсем других людей, которые приезжают посмотреть тоже, что интересно и нам. Вот. И вот что я, например, понял, когда мы приехали конкретно сюда. Был отрезок, где нужно проехать от Иркутска до Хужира на обычном, на обычной маршрутке. В этом году, к сожалению, по льду маршруткам запретили выходить, потому что, потому что на дороге федерального значения нужно пристегиваться. А на льду, наоборот, нужно не пристегиваться. И поэтому произошел разват, и тамошние ГИБДДшники не пускают маршрутки на лед. А люди пересаживаются на Хивус. Это такие судна с воздушной подушкой. И беру за это следить деньги. Я подумал, что несколько лет назад я бы предпочел пойти пешком. Вот это расстояние в 2 километра, но не заплатить Хивусу. А сейчас я просто экономлю свое время и здоровье в том числе, потому что на улице минус 30. И предпочитаю поехать на Хивусе и заплатить ему. И мне кажется, это нормально. И очень много есть вещей, которые хочется переосмыслять. И я предлагаю делать это вместе с нами, как минимум на Камчатке и Байкале. А там посмотрим, где еще. Увидимся где-нибудь на другом конце планеты. Увидимся где-нибудь на другом конце планеты.